Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На другой день Марья Ивановна встала, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное. Солнце освещало вершины лифт, пожелтевший под свежим дыханием осенью. Широкое озеро сияло неподвижно. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту рождался приятный женский голос. Не бойтесь, она не укусит. Дама была в белом утреннем платье, начнем чипце и душегрейке. Ей казалось лет сорок. И то ее кухло и румяное излучало важность и спокойствие. Глубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Вы верны и не здешние? Точно так. Вы только вчера приехали в Солинск. Вы приехали с вашими родными? Как нет, я приехала одна. Одна? Но вы ведь так еще молоды. У меня нет ни отца, ни макуринца. Вы здесь, конечно, по какому-нибудь делу. Точно так. Я приехала подать просьбу государю. Вы сирота. Вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду. И как нет? Я приехала просить милый приняний правосудие. Позвольте спросить, кто вы таковы? Я дочь капитана Миронова. Капитана Миронова? Того самого, что был комендантом в одной из Оренбургских крепостей. Точно так. Извините, если я вмешиваюсь в ваши дела. Но я бываю при дворе. Изъясните мне, в чем состоит ваша просьба. И, может быть, мне удастся вам помочь. Все в неизвестной даме привлекало сердце и внушало доверенность. Вы просите за Гринёва? Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй. Ах, неправда! Как неправда? Неправда, ей-богу, неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. И если он не оправдался перед судом, то только потому, что не хотел запутать меня. И тут она с жаром рассказала все. Где вы остановите? У Анны Глосины. А, знаю. Прощайте. И никому не говорите о нашей встрече. Надеюсь, вы недолго будете ждать ответа на ваши песни. Марья Ивановна выгодила искать невладение полной радости и надежды. Хозяйка помронила ее заранее с день ее прогулкой. Приятел, по ее словам, здоровая молодая девушка. Она принесла самовар. Чашка лучшая только была приняла за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная корюшка появилась. И камер-лакей вошел с объявлением, что государы не изволит пригласить себе девицу Миронову. Анна Глосина изумилась и расслаботала. Можете, господи! Закричала она. Государня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? И как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, чаш, не ступить по придворному не умеете. Не проводите ли вас? Все, если я с ним в чем-нибудь, то же могу привыкли речь. И как же вы поедете к государыне в дорожное платье? Не поставьте по Ивану и бабушке за невзотом храброном. Камер-лакей объявил, что государу не угодно было, чтобы Мария Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечем. Мария Ивановна поехала в колесе во дворе. Поднимаясь по лестнице, Мария Ивановна испытывала невероятные чувства. Мысль, стыль с украды, с лицом к лицу, так устрашала ее, что она едва могла ступить на... ступить... ведь верно не так и так... Ваня и Ваня... Ту самую даму, которая несколько минут тому назад так искровенно умерла. Я рада, что смогла сдержать вам свое слово и выполнить ваше мнение. Дело ваше в коне. Я убеждена в невиновности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвести к будущему. Знаю, вы не богатые, но я в долгу перед дочери, когда наберутся. Не беспокойтесь о том, я беру на себя устроить ваше состояние. Марья Ивановна говорит, что в тот же день не по-любопытству она вернулась обратно в деревню. Я огою. Ну-ка. Я огою. Я огою. И вы не хочет быть. Я огою. Меня болит. Я огою. Субтитры создавал DimaTorzok